Здравствуйте, уважаемые слушатели. Как меня слышно? Поставьте плюсики, пожалуйста, в чате. Замечательно. Тогда я могу начинать. Как уже Павел Юрьевич обозначил, зовут меня Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед, олигофренный педагог, имею высшую квалификационную категорию. И тема нашего сегодняшнего с вами вебинара – это способы автоматизации поставленных звуков в слогах и словах с помощью игровых технологий. И начать наш с вами вебинар я бы хотела с цитаты Пушкина. «Неправильный неврежный лепет и точный выговор речей по-прежнему сердечный трепет произведут в душе моей». Речь, как вы знаете, это важнейшая высшая психическая функция человека. Область проявления присущей всем людям способности к познанию, самоорганизации, саморазвитию, построению своей личности, своего внутреннего мира через диалог с другими личностями, другими мирами, другими культурами. Диалог, творчество, познание, саморазвитие – вот те фундаментальные составляющие, которые оказываются вовлеченными в сферу внимания педагога, когда он обращается к проблеме речевого развития дошкольника. Это те основы, на которых строится современная дидактика дошкольного возраста. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения задач умственного, эстетического, нравственного воспитания детей в максимально синтетивный период развития. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем. Представления о закономерностях речевого развития детей дошкольного возраста выдвинуты в трудах Выводского, Ильпонина, Леонтьева, Шахнаровича. Взгляды авторов исследований направления речевого развития отражены в следующих положениях. Речь ребенка развивается в ходе обобщения языковых явлений. Восприятие речи взрослых и собственной речи. Язык и речь представляют собой своеобразный узел, в который сплетаются различные линии психического развития. Это воображение, мышление, память, эмоции. Ориентировка ребенка в языковых явлениях создает условия для самостоятельных наблюдений за языком, для саморазвития речи, придает речи творческий характер. Исследования психологов, педагогов, лингвистов создали предпосылки для комплексного подхода к решению задач речевого развития дошкольников. В настоящее время проблема коррекции речи приобретает особую актуальность. Число детей с нарушениями звукопроизношения постоянно возрастает. При обследовании речи детей 4-5 лет специалистами-логопедами в разных регионах страны показало, что у 79% детей зафиксированы различные речевые дефекты. Имея сохранный слух и полноценный интеллект, дети, как правило, не готовы к усвоению школьной программы из-за недостаточного развития фономатического восприятия и нарушения звукопроизношения. В чем же причина? В первую очередь это связано с ухудшением здоровья детей. По данным невропатолога, доктора медицинских наук Скворцова, в настоящее время у 70% новорожденных выявлены перинатальные поражения головного мозга, центрального органа речевой функции. Подобные отклонения могут отрицательно отразиться на последующем развитии и обучении ребенка. А так как развитие речи находится в прямой зависимости от созревания и развития головного мозга, то при заболеваниях последнего речи страдает одна из первых. Звукопроизношение – это процесс производства звуков речи. осуществляемые согласованной работы трех отделов периферического речевого аппарата – дыхательного, голосового и артикуляционного – при регуляции со стороны центральной нервной системы. Нарушения звукопроизношения у детей могут выступать как самостоятельный дефект речи или как один из симптомов какого-то более сложного речевого расстройства. Нарушение звукопроизношения затрудняет обучение русскому языку, что приводит к дислексии и дисграфии. Нарушение чтения и письма, в свою очередь, приводит к неуспеваемости школьника по другим предметам. Четкое, правильное произношение необходимо для уверенного общения ребенка со сверстниками и взрослыми, гармоничного развития и дальнейшего обучения. Своевременное выявление детей с речевыми нарушениями, проведение специально организованного обучения позволяет исправить первичный дефект. Изучением нарушений звукопроизношения и работы по их устранению занимались многие ученые. Это Богомолова, Беккер, Волкова, Левина, Правдина, Рау, Филичева, Помечева, Хватцев и другие. Работа над звуком от его постановки до употребления в самостоятельной речи – это выработка нового сложного навыка. И, как любой навык, он требует усилий, времени и определенной системы занятия. Этап автоматизации звуков обозначен в методике логопедического воздействия по исправлению звукопроизношения, как этап формирования первичных произносительных умений и навыков. Это по Волковой. Его цель заключается в том, чтобы научить ребенка правильно произносить уже поставленный звук. Работа над автоматизацией звуков ведется поэтапно от простого к сложному. Сначала в слогах, затем в словах, в предложениях, связанной речи и спонтанной речи. Наиболее сложной по разнообразию упражнений является работа над слогами. Дело в том, что отдельный слог, как и звук, не вызывает у ребенка конкретного образа, не осознается им как структурный компонент речевого высказывания. И если звук порой может вызвать слуховую ассоциацию, например, звук «ззззз» – это комарик звенит, «рррр», собака рычит, то слог для дошкольника – весьма абстрактное понятие. Параллельно продолжается работа, начатая в подготовительном периоде, по развитию навыков звукового анализа, умением определять позицию звука в слове, подбирать слова с заданным звуком. Для автоматизации звука используются приемы отраженного повторения. И самостоятельного называния языковых единиц по картинкам, схемам, символам. Работа идет последовательно и постепенно, от простого к сложному. При тяжелых нарушениях речи этап автоматизации затягивается. Ребенку долго не удается правильно произносить правильный звук, поставленный звук в слогах и словах, не говоря уже о фразах. Многократное повторение одного и того же речевого материала утомляет ребенка. Дело осложняется еще и тем, что для некоторых звуков речевой материал весьма ограничен. Это для таких звуков, как Г, Д, Е, Щ и другие. Если же ребенок застрял на автоматизации изолированного звука, то о разнообразии приемов и говорить не приходится. У него теряется интерес к занятиям, пропадает желание посещать кабинет логопеда. Результат занятий во многом зависит от того, насколько удается превратить скучную работу над звуком в увлекательную игру. Педагоги знают, как трудно научить ребенка чему-то, что не вызывает у него интереса. Я часто сталкиваюсь с необходимостью разнообразить приемы своей работы и удерживать внимание детей в процессе занятия. Для малышей логопедические занятия по автоматизации звуков бывают зачастую трудны, однообразны. А к тому же у детей с нарушениями и речи внимание неустойчиво, и они быстро устают. Чтобы повысить интерес детей к логопедическим занятиям, нужны разнообразные творческие задания, новые подходы к упражнениям по закреплению правильного произношения. На этапе автоматизации главная цель – добиться правильного произношения, поставленного звука во всех формах речи – в слогах, в словах, в предложениях и в свободной речи. И легче, доступнее всего это происходит в игре, игровых упражнениях. Как вы знаете, это ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Игровые методы, так же как упражнения и моделирование, обязательно включаются в логопедическую практику. Это позволяет решить сразу несколько задач. Какие задачи? Пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в процессе исправления звукопроизношения, расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков, повысить познавательную активность и работоспособность детей, активизировать процессы восприятия, внимания, памяти, плавно регулировать поведенческие трудности детей, постепенно приучая их подчиняться правилам игры, увеличить объем коррекционного воздействия, включив игровые упражнения в различные режимные моменты. Использование игровых приемов поможет эффективно провести этапы автоматизации изолированного звука и закрепления правильного произношения этого звука в слогах и словах. А логопедические игры помогают сделать задания для детей интересными, эмоционально окрашенными, развивающими и познавательными. Хочу предложить вам на этапе автоматизации звуков использовать следующие игры. Первое – это камешки Марблс. Я думаю, вы уже слышали о них, кто-то уже использует в своей работе. Что же такое камешки Марблс? Это материал, который отвечает требованиям федеральных и государственных общеобразовательных стандартов. Они могут быть успешно использованы в работе с детьми разного возраста, с разными образовательными потребностями. Марблс – небольшая сферическая игрушка. Обычно это разноцветный шарик, изготовленный из стекла, глины, агата, стали. Камешки Марблс являются замечательным средством развития мышления, речи, общения, воображения детей разного возраста. Этот материал является настоящей находкой для использования в коррекционной работе с детьми, имеющими нарушение речи, так как позволяет решить широкий спектр задач, такие как развивать мелкую моторику, упражнять в ориентировке на плоскости листа, упражнять согласование прилагательных и числительных существительными, обогащать словарный запас, упражнять в употреблении предлогов, наречек, прилагательных, глаголов, развивать связанную речь, упражнять в звукобуквенном анализе слова, закреплять правильный образ буквы, проводить работу по автоматизации поставленных звуков и так далее. На самом деле задач очень много. Предлагаю вашему вниманию игры на постановку и автоматизацию поставленных звуков. Первый игран – это дорожки. Мы выкладываем с вами дорожки для последующих пальчиковых игр. Сопряжение движений пальцев рук с речью помогает отрабатывать синхронизацию движения с речью. Для этой игры, помимо камешков, нам понадобятся маленькие персонажи, маленькие игрушки, которым мы и будем выкладывать наши с вами дорожки. Ребенок проговаривает за логопедом речевой материал и в случае правильного выполнения кладет на стол камешек. Если же он пропускает автоматизируемый звук, то мы останавливаемся на данном слоге или слове до тех пор, пока ребенок не произнесет его правильно. Речевой материал важно подбирать с учетом произносительных возможностей ребенка, дабы не вызвать у него речевой негативизм. После того, как дорожка готова, можно надеть на пальчики куклу из пальчикового театра и прошагать по этой дорожке, проговаривая стихотворение. Следующая игра называется «Бродилки» или «Лабиринты», кому как больше нравится. Данная игра создается в программе Adobe Photoshop. Параллельно с автоматизацией звуков мы можем проводить работу над предлогами «За перед». Ребенок движется от старта к финишу, называя картинки с автоматизируемым звуком. В случае правильного ответа ребенок кладет на картинку камешек. В случае, если ребенок ошибается, картинка остается пустой. После завершения игры мы видим произнесение, каких слов ребенок испытывает трудности. Проговариваем их. Следующая игра – «Тренажеры слов». Данные дидактические игры очень удобны. Их легко создавать самим и использовать. У детей они вызывают позитивную реакцию. Подбираются две-четыре картинки с учетом автоматизируемого звука и с учетом того, что эти слова должны рифмоваться. В самом начале тренажера картинки располагаются в порядке чередования, а после – в хаотичном порядке. Ребенку необходимо среагировать и переключиться на новое слово, передвигаясь от картинки к картинке с помощью камешков-марбуз. Следующая игра – «Найди в сухом бассейне». Ребенку предлагается найти в сухом бассейне из камешков все игрушки, в названии которых есть заданный звук. Другой вариант. У ребенка глубокая чаша, наполненная шариками марблс, среди которых есть мелкая игрушка. Педагог предлагает ребенку найти игрушку и на ощупь угадать ее, описать. Дальше. Можно предложить ребенку выложить из камешков букву, звук которой он учится произносить, или выложить целый слог. Дальше. Ребенку можно предложить выложить слово из звуков с автоматизируемым звуком. Так. Дальше. Предлагается ребенку запомнить дорожку камешками, проговаривая картинки на поставленный звук. Еще одна игра тоже достаточно интересная и используется широко в моей практике. Четвертый. Лишний. Данная игра создана с учетом автоматизируемых звуков. Ребенку необходимо назвать все картинки, выбрать лишнюю и обосновать свой выбор. В данной игре мы не только с вами автоматизируем поставленный звук, но и развиваем мышление, учим детей классификации и употреблению обобщающих понятий. Следующая игра, которую я хотела бы предложить вашему вниманию, называется заполняйка. Для данного варианта игры я использую объемные изображения автоматизируемых звуков, которые нужно заполнить камешками. Можно взять любое изображение, цветочек, ягодку и так далее. Игра позволяет использовать любой речевой материал от слогов до предложений. Правила остаются прежними. Произнес правильно, можешь положить камешек. Ошибся, камешек остается в контейнере. Дальше. Ребенок достает из мешочка камешек любого цвета и соотносит цвет с предметом. Участь при этом правильно согласовывать слово предмет и слово признак. Например, зеленый камешек, зеленый огурец, лук, крокодил и тому подобное. Желтый камешек, желтое солнце, желтый подсолнух, желтая груша и так далее. Следующая игра называется посчитайка. В данной игре мы не только автоматизируем звуки, но и учимся согласовывать существительные с числительными. Упражняемся в слово изменения. Для игры нам потребуется нарисовать окошко, квадрат для карточки и кружочки с цифрами 1, 2, 3, 4, 5. Ребенок считает заданный предмет и в случае верного произнесения выкладывает на цифры камешки. Выполняя манипуляции с камешками, мы просим ребенка брать их из контейнера, применяя щиповый или пинцетный запхозахват. Эти камешки, они приятные на ощупь, эстетически красивые. Детям очень нравится играть с ними. И благодаря тому, что дети заинтересованы в занятии, в этих играх, то, конечно, этап автоматизации значительно ускоряется, но это зависит от индивидуальных особенностей каждого ребенка. Следующее, что я хотела предложить вашему вниманию, это автоматизация звуков с помощью доски Бельгоу. Доска Бельгоу применяется в мозжечковой стимуляции. Мозжечковая стимуляция – это комплекс физических упражнений, направленных на развитие участков мозга, отвечающих за формирование речи, поведение ребенка. Программу мозжечковой стимуляции разработал более 30 лет назад американский доктор Фрэнк Бельгау, который, будучи преподавателем класса, где училось много детей с различными трудностями в обучении, обратил внимание, что дети, играющие на переменках в игры, на координацию движений, балансировку, более успешны в учебе. Почему же необходимо именно стимулировать мозжечок? Мозжечок человека содержит больше нервных клеток нейронов, чем все остальные отделы головного мозга. Это порядка более 50%. Мозжечок имеет связи с другими структурами в головном мозге. Стимуляция мозжечка активизирует другие области мозга, в том числе лобные отделы, отвечающие за психическое развитие, височные, отвечающие за понимание речи и за моторную организацию речи. Кстати, нейрофизиологи отмечают, что детский мозг вообще способен обучаться только в движении. Считается, что именно вестибулярные системы головного мозга играют решающую роль в любой деятельности. Они помогают координировать не только крупную, но и мелкую моторику, налаживают связи между всеми основными органами и частями головного мозга, которые участвуют в речи, письме, чтении, счете. Таким образом, через мозжечковую стимуляцию мы можем добиться улучшения в психическом и речевом развитии. Что же из себя представляет забалансировочная доска Бельгоун? Она сейчас перед вами на экране. Ребенок стоит на поверхности доски, которая в свою очередь укреплена на круглой основе, что и заставляет балансировать ребенка в попытках удержать равновесие, выполняя различные упражнения. Поверхность доски имеет специальную разметку, а угол наклона платформы регулируется рокерами, изменяющими радиус от 5 до 50 градусов. В зависимости от уровня наклона изменяется уровень сложности упражнений. Для занятий на доске Бельгоу также часто используются различные аксессуары. Их можно сделать как самим, так и купить в специализированных магазинах. Как правило, это набор из трех тканевых мешочков с крупой. Размеры, цветы, весы разные. Палка с цветной разметкой и цифрами. Или ракетка для отбивания мяча на резинке. Мяч на шнуре или резинке. Напольная мишень с цифрами и тремя мячами. Или мишень со стрелами. Разметка на полу или стене. Хегли, банки, подушки, стаканчики или еще что-либо на сбивание. Наборы из нескольких разных мячей разного размера, прыгучести, веса и так далее. Все упражнения на доске Бельгоу выполняются в следующей последовательности. Первое – это освоение балансировочной доски Бельгоу. Второе – это комплекс упражнений с сенсорными мешочками. Третье – комплекс упражнений с мячом-маятником. Четвертое – комплекс упражнений с цветной планкой. Пятое – это комплекс упражнений с доской и цифрами. И шестое – это комплекс упражнений с использованием стенда с кубиками. Какие же можно выполнять упражнения на доске Бельгоу? Для знакомства ребенка с доской, чтобы избежать страха у ребенка, а также, чтобы он быстрее освоился и был успешен, лучше начинать с простых упражнений. Первое – это залезть и слезть с доски спереди, сзади, с обеих сторон. Второе – ребенок в положении, сидя по-турецки, раскачивая доску, попросить ребенка удержать равновесие. Третье – ребенок в положении, сидя на доске. Третье – упражнение для рук – это имитация плавания. Можно двумя руками, можно поочередно. Левый – правый. Ребенок в положении, сидя на порточках, покачивающий движение стороны в сторону головой. Затем зафиксировать взгляд на предмете. Круговое вращение головой. Дальше. Ребенок в положении, стоя или сидя, медленно покачивается вперед-назад. Лучше выполнять под музыку. Следующее. Положение тоже. Круговые вращения руками. Обе руки в одну сторону, обе руки в разные стороны, по очереди в одну сторону, по очереди в разные стороны. И положение любое, стоя, сидя, на корточках, на коленях по-турецки. Обе руки положить на грудь, поднять руки над головой, прямые руки в сторону, нагнуться, достать пальцы ног. И также любые другие упражнения, которые нравятся ребенку. Дальше. Какие же можно использовать усложненные упражнения с использованием аксессуаров? Мешочки разного веса с крупой кидаем ребенку. Он их должен поймать. Принимать мяч или мешочки от инструктора одной рукой, двумя руками. Кидать и ловить одновременно. Подкидывать мешочки вверх двумя руками. Подкидывать вверх правой рукой, потом левой рукой. Отбивать подвешенный мяч левой рукой, правой, затем двумя руками. Кидать мешочки в мишень на полу или на стене. Отбивать мяч, прыгунчик от наклонной доски. Кинуть подвешенный мячик на резинке. Успеть хлопнуть в ладоши, пока летит. Отбить мяч. Отбивать летящий мячик палочкой или ракеткой. При этом, стоя на балансировочной доске, ребенок выполняет задания педагога, направленные на автоматизацию поставленного звука. Примеры игр с мешочками. Подкидывать мяч и ловить. Называя слоги или слова с автоматизируемым звуком. Подкидывать мяч. Подкинуть мяч, хлопнуть в ладоши. Назвать слог или слово с заданным звуком. Поймать этот мяч. Дальше. Ударами в мяча о пол, доску, стену. Называть слово. Делить его на слоги. Ловить мяч двумя, не в одной рукой. Ударять мяч о пол одной рукой, ловить другой, при этом называть слова или слоги с автоматизируемым звуком. Отбивать мяч левой правой рукой, называя слово закрепляемым звуком. Либо направить работу на словоизменение. Либо согласование существительных с числительными. Следующий этап. Это стоя на доске, ловить и бросать мяч в маятник. В потолок вбивается крючок, к нему привязывается на тонкой веревке резиновый мячик среднего размера, на расстоянии 1 метр 30 сантиметров от пола. Упражнение с мячиком-маятником. Подбрасывать и ловить мячик разными руками. Подбрасывать и ловить с хлопками. Подбивать мячик раскрытый ладошкой как можно большее количество раз. Одной рукой, двумя руками, поочередно. Отбивать мячик ракеткой, планкой. Бросать и ловить со взрослым разными руками. Поочередно, с разного расстояния. Какие же можно использовать упражнения с цветной планкой? Отбивать мяч маятник одним цветом или разными по сигналу педагога. Отбивать мяч правым и левым концом планки, либо серединой. Отбивать мяч планкой, пытаясь сбить мишень, стоящую на подставке. Эти упражнения также выполняются с использованием речевого материала. Пример игр с доской для отбивания. Найди предмет в правом верхнем углу. Найди предмет в верхнем левом ряду, в нижнем ряду, в левом столбике, в правом столбике и так далее. Назови этот предмет или эти предметы и ударь по нему или им мячом. Затем поймай мяч. Дальше. Принцип тот же самый, только надо назвать предмет, который изображен под каким-то предметом, над каким-то предметом, слева от предмета, справа от предмета и так далее. Следующая игра называется точное место. Необходимо найти рисунок, который слева вверху. Потом назвать предмет, который находится через одну клетку справа, ниже и так далее. Также можно разместить картинки с автоматизируемым звуком на напольной доске и попросить мячом попасть в те картинки, в названии которых есть заданный звук, в названии которых он стоит в начале слова, затем в середине и потом уже в конце слова. Несмотря на то, что вся программа в целом кажется довольно простым набором упражнений, однако не стоит забывать, что при этом ребенку надо пытаться самостоятельно балансировать на доске и не падать. Стимуляция базальных ганглей происходит за счет много задачных упражнений. Сначала на координацию движений, а для детей постарше и в сочетании со звуковыми речевыми упражнениями. Игровая физкультура полезна для развития ребенка во всех направлениях, в том числе для развития речи. А также это один из интересных способов закрепления речевых навыков. С помощью данного метода мы можем реализовать поставленные коррекционно развивающие задачи, вовлекая в работу различные анализаторные системы, позволяющие достичь желаемого результата. И дети с удовольствием занимаются на балансировочной доске, так как эти уроки, в кавычках, мы их назовем уроки, не вызывают у них чувство страха, негатива или боязни не выполнить задания. И в итоге получается это интересно и полезно. Дальше я хотела бы предложить вашему вниманию игры с цветными колпачками из Fixed Price, как я их адаптировала в своей работе. Ребенку предлагается называть картинку заданным звуком на игровом поле и накрыть колпачком соответствующего цвета. Также ребенку предлагается называть картинки, в названии которых есть автоматизируемый звук, и расположить колпачки в соответствии с цветом картинки и последовательности их расположения. Причем картинки могут располагаться как горизонтально, так и вертикально. С помощью этих игр мы не только автоматизируем звуки, но и повторяем цвета, развиваем внимание, зрительное восприятие, память, а также, что очень важно, пространственное мышление. Следующее, о чем бы я хотела вам рассказать, это автоматизация звуков у детей со стертой дезартрии с использованием тактильно-киностетической стимуляции. Основой предлагаемой методики является включение пальцевых упражнений, выполняемых на колючем коврике. Сеченов отмечал, что всякое ощущение по природе смешанное. К нему обязательно примешивается мышечное ощущение, которое является более сильным по сравнению с другими. Автоматизация звуков у детей со стертой дезартрии имеет свои особенности, что обусловлено необходимостью учета структуры дефекта, его этиологии и патогенеза. Здесь важно помнить о недостаточности иннервации и подбирать упражнения, усиливающие кинестетические ощущения. Так вот, получается, что учитывая особенности артикуляционной моторики у детей с дезартрией, необходимо начинать работу по уточнению произношения гласных, так как на их базе легче координировать работу всех частей артикуляционного аппарата. И именно гласные дают лучшую разборчивость при произношении, чем согласные. Известно о доминирующей роли руки и артикуляционного аппарата в произвольно-моторной организации речи, что обуславливает необходимость работы над артикуляцией и одновременным развитием функциональных возможностей пальцев рук. Движение пальцев стимулирует созревание центральной нервной системы и одним из проявлений этого будет совершенствование речи ребенка. При включении в коррекционную работу стимуляции рецепторных зон кистей обеих рук усиливается афферентное ощущение тактильно-финестетической модальности. Такой стимуляцией, оптимизирующей процесс автоматизации звуков при дезартрии, являются пальцевые упражнения, выполняемые на аппликаторе Кузнецова. Кроме этого, в качестве предмета, используемого для стимуляции, я применяю еще массажные щетки, пластмассовые мыльницы, резиновые или пластмассовые коврики с угольчатой поверхностью и тому подобное. При произнесении звуков в слогах, в словах осуществляются последовательные прожимы пальцев руки на одном из вышеперечисленных предметов. Используются слоговые упражнения с постепенным наращиванием числа слогов, с попеременным ударением. В период закрепления большое значение придается неоднократному повторению слов, включающих заданный звук. Постепенно после отработки звуков в словах они включаются в тексты. Сейчас бы я хотела вам рассказать про автоматизацию звуков при развитии межполушарного взаимодействия. Известно, что взаимосвязанная работа двух полушарий формирует полноценную работу психики человека. Если межполушарное взаимодействие не сформировано, то происходит неправильная обработка информации. У ребенка возникают сложности в обучении, проблемы в письме, устной речи, запоминания, счете как в письменном, так и в устном, а также в целом восприятие учебной информации. Ребенку предлагается рисовать симметричные рисунки одновременно двумя руками и при этом произносить слог или слово заданным звуком. Это так называемое зеркальное рисование. Рисовать надо карандашами или фломастерами. Для правильного выполнения задания надо стремиться фиксировать взгляд на центральные линии рисунка, стараясь боковым зрением охватить его целиком. Помимо коррекции звукопроизношения, рисование одновременно двумя руками позволяет улучшить у ребенка внимание, память, пространственное представление. Также хочу предложить вашему вниманию игры с досками, которые называются межполушарные лабиринты. Вариации межполушарных досок различны. Это и деревянный рисунок канавка, выпуклый рисунок с покрытием для работы мелом, ламинированные карточки для рисования стираемыми маркерами, вкладыши из фанеры с углубленным рисунком для работы с помощью бегунков. Принцип работы будет тот же самый, что и с зеркальным рисованием. Варианты рисунков на вкладышах из фанеры могут быть различны, они перед вами на экране. Во время выполнения этих упражнений эффективно развивается межполушарное взаимодействие, которое является основой развития интеллекта. Кроме того, происходит тренировка периферического поля зрения. необходимого для быстрого чтения. При правильном выполнении этих упражнений расслабляются мышцы глаз, что способствует укреплению зрения ребенка. Также в своей работе я использую нейротренажер, который называется умная восьмерка. Балансируя сторонами доски, ребенок должен сделать так, чтобы шарик прокатился от одного края лабиринта до другого. тем самым пройдя лабиринт. При этом ребенку предлагается не только прокатить шарик и пройти лабиринт, но и одновременно произнести слог или слово с заданным звуком. Для того, чтобы прокатить шарик по лабиринту, надо регулировать положение тела в пространстве и изменять положение рук на тренажере, чтобы шарик катился в нужную сторону. Движение глаз по восьмерке укрепляет межполушарное взаимодействие, а также снимает эмоциональное напряжение. С помощью этого тренажера мы не только можем коррегировать звукопроизношение, но и расширить поле зрения, что нам нужно при чтении. Дальше хотелось бы еще вам рассказать про нейроскакалку. Для движения на этой скакалке нужна разнонаправленная работа ног. Одна нога совершает прыжки, а другая совершает движение вправо-влево, либо вперед-назад, либо по кругу, чтобы скакалка крутилась. При этом улучшается межполушарное взаимодействие, работа вестибулярной системы, гармонизируется работа мозга. На каждый круг скакалки необходимо произносить какие-либо автоматизированные ряды. Это слогин, либо слова с заданным звуком. С целью не только коррекции звукопроизношения, но и развития ориентировки в пространстве, зрительно-моторной координации, тактильной чувствительности, функции программирования и контроля деятельности, рекомендую использовать тигры с мячом. Развитие всех этих функций нам пригодится при письме в школе. Хорошая мышечная чувствительность, нужный нажим карандаша, ровный, а не дрожащий почерк, зрительно-моторная координация, соблюдение строки при письме, а не когда буквы уходят ниже строки или выше. Функции программирования и контроля необходимы ребенку во всех видах учебной деятельности, от написания буквы до решения тригонометрических уравнений и так далее. Упражнения, какие можно использовать упражнения с мячом? Это отбивание мяча от пола с двумя руками, бросание мяча друг к другу с различными заданиями, например, на счет 1-2 отбивание мяча у пол, на счет 3 бросание мяча партнеру и так далее. Бросок мяча вверх с хлопками, сзади и спереди, отбивание мяча о стену с поворотом вокруг себя на 360 градусов. Выполняя все эти упражнения, ребенку предлагается произносить слоги и слова с автоматизируемым звуком. Кроме того, можно применять следующие игры. Мяч передавай слово со звуком ш называй. Предполагается повторение слов с определенным звуком, со звуком ш в данной ситуации. Лови, добросай слово новое узнай. Необходимо заменить один звук на другой и узнать новое слово. Лак, рак, усы, уши и так далее. Раз, два, три слоги повтори. Необходимо повторить цепочку слогов, ну или слов. Мяч поймай, слово добавляй. Необходимо ребенку договорить слово в стихотворении. Мяч лови, лишнее слово назови. Определить лишнее слово, в котором нет заданного звука. Следующее – это автоматизация звуков с помощью технологии креативной игротерапии. Креативная игротерапия или песочная терапия – одна из разновидностей игровой терапии. Цель такой терапии не менять и переделывать ребенка, не учить каким-то специальным поведенческим навыкам, а отдать возможность ребенку быть самим собой. Принцип терапии песком был предложен еще Карлом Густавом Юнгом, замечательным психотерапевтом, основателем аналитической терапии. Песок – очень благодатный материал для решения любых коррекционно-развивающих задач. Я, например, использую как вариант при автоматизации звуков в слогах, словах и так далее. Что же можно предложить ребенку? При автоматизации звуков в слогах. Ребенку предлагается прыгать пальчиками по песку от одного края песочницы до другого в различных направлениях. Прыгаем пальчиками одной руки, обеих рук. Прыгаем одним пальчиком, двумя пальчиками, четырьмя, пятью пальчиками. Можно это делать одновременно двумя руками, поочередно. Это упражнение также вы можете использовать при автоматизации звуков с использованием эппликатора Кузнецова. Дальше. Оставляем следы. Ребенок ходит, прикладывая к песку ладошки, кулачки, костяшки пальцев, тыльную сторону ладоней. Следующее. Пальчики купаются, ладошки зарываются в песок, затем ребенок растопыривает пальчики и снова смыкает их. Еще вариант. Ребенок собирает пальчики в кулачок, разжимает их. Можно одновременно двумя руками, можно поочередно. А потом пальчики по одному выглядывают из-под песка. Следующая игра. Идем в гости. Это упражнение очень эффективно работает на открытые слоги. В центр кладется буква, обозначающая автоматизируемый звук. По четырем углам песочницы закапываются гласные. Ребенку предлагается сначала откопать гласную букву, сопровождая процесс откапывания изолированным произнесением автоматизируемого звука. Называть. Назвать ее. А затем от центра к этому гласному провести извилистую дорожку. И так поступаем со всеми гласными. Дальше спускаемся на парашюте. Это упражнение эффективно работает на закрытые слоги. Гласные кладутся около дальнего от ребенка борта песочницы. А согласный кладется к ближнему бортику. Пальчики от гласных спускаются к согласному. А дальше ребенку можно предложить выкладывать по песку различные дорожки из подручного материала. Пластмассовые крышки, фасоль, крупные пуговицы, крупные бусинки, мелкие камешки. При этом можно прошагать и повторить слоговые ряды различные. Как можно автоматизировать заданный звук в словах при использовании песочной терапии. В песок можно положить различные картинки, либо игрушки, в названии которых есть автоматизируемый звук. Ребенок откапывает эту картинку или игрушку, называет, может определить место звука в слове. Дальше. В песок закапываются картинки с определенным звуком. Ребенок откапывает картинку, называет слово, выкладывает его на песке буквами. Из-за пластмассовой или разрезной азбуки. Дальше. Ребенок рисует на песке любой предмет с заданным звуком и просит ребенка отгадать, что он нарисовал. Затем самому нарисовать предметы и назвать слова, в звучании которых есть заданный звук в начале, в середине, в конце. Дальше. Ребенку можно, если ребенок уже пишет, то можно предложить ребенку написать слово заданным звуком, либо слог заданным звуком. Либо, если ребенок, например, писать еще не умеет, но может прочитать, то может логопед сам написать, а ребенку предлагает прочитать слог или слово. Вариантов игр на самом деле очень много. Я вам лишь определенные даю, а дальше, как у вас, хватит фантазии. Дальше. Кроме того, я в своей работе использую игры с липучками. Игры с липучками, они многофункциональны, долговечны. Детям тоже очень нравится играть с ними. И цели абсолютно могут быть разные. Могу предложить вашему вниманию игру «Бродилка». Для этого понадобится игровое поле с липучками и кубик с точками от одного до трех, например. Картинки с предметами, название которых содержит заданный звук в начале, в середине или в конце. И ребенку предлагается кинуть кубик, сделать столько шагов, сколько точек. И прикрепить к тому месту, где остановился картинку с изображением предмета. Название которого заданный звук стоит, например, только в начале слова, только в конце или только в середине слова. И так далее. Еще вашему вниманию хотела бы предложить дидактическую игру по автоматизации поставленных звуков и застатков потолочной плитки. Называется «Соединив целое». Ребенку нужно соединить все части и назвать картинки, которые он видит. Еще очень интересная игра называется «Маршрут». Необходимо распечатать поле, лист с маршрутами, разрезать на отдельные карточки. Ребенок выбирает маршрут, ставит свою фишку на поле, на картинку, указанную в маршруте. И далее передвигает фишку по полю в соответствии с указанием стрелок, по пути четко называя картинки. Кроме того, в своей работе я широко использую прищетки. Детям также нравятся эти игры. Здесь мы с вами не только можем автоматизировать заданный звук, но и укрепляя мелкие мышцы кисти, способствуем развитию гибкости, подвижности пальцев рук. Игры тоже различны могут быть и на автоматизацию, и на дифференциацию звуков. К каждой прищепке прикрепляется картинка, и необходимо ребенку прикрепить эту прищепку к основе и назвать картинку заданным звуком. Также здесь можно использовать с прищепками игру «Чей, чья, чьё?». Например, ребенку предлагается назвать животное и уточнить, чей хвост у зайца-зайчи и так далее. В своей работе еще также я использую мячик «Суджок-терапия». Его использование в работе позволяет повысить потенциальный энергетический уровень ребенка, обогащает его знания о собственном теле, развивает тактильную чувствительность. Ребенку предлагается взять массажный мячик в руки, покатать его вперед-назад по ладошке, покатать мячик круговыми движениями по ладошке, в одну, в другую сторону. При этом еще необходимо учитывать, что можно вам варьировать силу надавливания, либо слабо, либо сильно. Можно катать мячик по внешней стороне руки, до локтя и обратно. Сжимать и разжимать мячик в одной руке, затем в другой руке. Подбрасывать мячик в воздух, ловить его. Нажимать каждым пальчиком на мяч. Параллельно с выполнением этих упражнений, ребенку предлагается повторить слоги или слова заданным звуком, посчитать слова от 1 до 5 и так далее. Тут я увидела в чате вопрос по поводу разнообразия упражнений с аппликатором Кузнецова. Здесь опять же, аппликатор Кузнецова это как основа, а вы игры можете подбирать самостоятельно. Можно прошагать пальчиками по дорожке, проговаривая автоматизированные ряды, слоговые, либо слова. Просто повторить за вами. Опять же, прошагать по дорожке, нажимая пальчиком на каждый элемент аппликатора. Повторить слог, либо слова заданным звуком. Опять, прошагать по дорожке, посчитать каждое слово. И так далее. Детям, на самом деле, я часто использую его в своей работе. Детям очень нравится, они в восторге и всегда спрашивают, а мы будем сегодня играть или не будем. Таким вот образом. Я вам рассказала лишь о некоторых игровых приемах, которые используются мною в коррекции звукопроизношения у детей дошкольного возраста. Использование наглядно игровых методов и приемов позволяют ускорить процесс автоматизации звуков, вызывают интерес к логопедическим занятиям и повышают уровень речевого развития дошкольника. Спасибо вам за внимание. Инна, посмотрите, пожалуйста, кажется, вы ответили не на все вопросы. Вот во вкладочке «Вопросы» был вопрос, например. Посмотрите внимательно чат, были ли там какие-то вопросы, которые вам не были отвечены. А я пока выдам сертификаты для наших слушателей. Так, дорогие друзья, сейчас я выдам сертификаты. Я немножко не успел сделать это в самом конце вебинара. Так, коллеги, сертификаты выданы. И сейчас я опубликую ссылку, по которой вы сможете их приобрести. Минутку. Да, сертификаты приобретаются за плату, как всегда у нас в Директ Академии. Сам вебинар бесплатный, сертификат за плату в 199 рублей. А вот по этой ссылке можно приобрести сертификаты. Кто у нас уже приобретал, знает, как это делать. Вы попадаете на страницу поиска, находите себя, заносите либо свой e-mail в строку поиска, либо свою фамилию. Находите себя, находите вебинар, на котором были, возможно, это не единственный вебинар, который вы посетили. Выбираете нужный вебинар, нажимаете на кнопку «Оплатить», оплачиваете при помощи Яндекс.Кассы, любым из предложенных методов, и после этого снова заходите в эту же страницу поиска, снова находите тот же вебинар, и вместо кнопки «Оплатить» будет кнопка «Скачать». Елена, что не можете найти? Пока отвечаю на вопрос Елены Борисовны Артюшковой, можно ли сделать еще раз просмотр данного выступления. Я в самом начале уже говорил, что вебинар записывается, и он появится на нашем видеоканале в YouTube примерно завтра вечером. Ну, послезавтра с утра точно уже будет. Сертификат не найден. Сейчас мы попробуем вас поискать. Одну минутку. Так, не уходите. Да нет, вот сразу вас нашел. Вот ваша ссылка. Просто ввел вашу фамилию, и сразу все получилось. Так, эта ссылка исключительно для Елены Борисовны. Так, ну вот тут вопросы, видимо, и не, а не мне. Так, какие еще. Так, сертификат не найден. Сейчас посмотрим. Это после оплаты уже не найден. Вы знаете, может получиться так. Вы, пожалуйста, подождите пять минут. Дело в том, что при массовом доступе к этому сервису он иногда подтормаживает. Вот, и, соответственно, просто подождите пять минут, и ваш сертификат появится. А если что-то не получилось, обратитесь тогда к Алексею Степанову. Он у нас здесь, по-моему, присутствует. Вот так, сейчас не вижу. Да, наверное, уже ушел. Ну, или можете обратиться ко мне. Да, Яндекс Касса позволяет оплатить там примерно полутора десятками разных способов. Разумеется, картой можно. Да, у кого-то получается с первого раза скачать. Просто сейчас у нас вот было почти 150 человек, и многие там десятая или двадцатая, или там пятая часть от всех сразу пошла по этой ссылке. И у нас иногда просто после этого происходит такое вот неподвисание, но временное, необязательный Сбербанк. Там разные способы есть. Так, ну что ж, я надеюсь, что я ответил на все вопросы. Вот. Кстати, кроме того, что сертификат можно сразу поискать, вам еще на почту придет письмо с ссылкой на конкретно ваш сертификат. То есть, будет сразу страничка, где будет кнопка оплатить. Честно говоря, не знаю, но вроде бы получалось. Вот сам этот путь не пробовал. Это я отвечаю Наталье Геннадьевне. Можно ли оплатить с мобильного телефона? Вроде бы Яндекс Касса работает на мобильном телефоне нормально. Единственное, что, конечно, скачивать сам сертификат лучше всего уже на большом компьютере, чтобы иметь его у себя на большом компьютере в виде файла, и потом нормально на флешке отнести, если необходимо, конечно, в ближайшее фотоателье, где вам красиво это все напечатают, и можно будет ставить, соответственно, в рамочку уже и повесить. Ну, либо отнести работодателям. А вот, коллеги, я прощаюсь с вами. Благодарю Инну за замечательный вебинар. Так, сейчас буду искать для Татьяны Васильевны. Так, вы на каком, Татьяна Васильевна, вы на каком этапе находитесь? Вы оплатили и нет сертификата, или не можете себя найти? Так, я вашу оплату пока не вижу. Возможно, она еще просто не дошла. Обычно это происходит практически сразу. Давайте это отложим. Если не получится, вот вам мой мейл. И если через полдня не придет, обратитесь ко мне, пожалуйста, по этому мейлу. Я вам выйду, проверю и выдам. Иногда Яндекс.Касс может не сразу передавать информацию. Особенно, если это не оплата по карте, а какой-то иной вид оплаты. Может с задержкой производиться. В любом случае, никуда не денется ваш сертификат. Просто напишите, и мы решим этот вопрос. Ну что ж, друзья, я с вами прощаюсь. До свидания, до новых встреч в Директ Академии.